Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Давненько мы с вами не виделись, аж со вчерашнего дня. А в субботу, 8 августа, мы продемонстрируем вам клип на новую песню группы Волочука СД с названием «Не любить никого». Это очередная песня на мою самую любимую тему, про которую, я надеюсь, не устану петь никогда. Эта тема очень проста, но необъятна. Про нашу с вами грешную жизнь, про успехи и неудачи, про любовь и ненависть, про дружбу и вражду, про мудрость и глупость и так далее. Эта же песня будет с большим уклоном в сторону рассуждений о сожалениях и причинах их возникновения. Такая вот забавная песенка. И в ней опять будут звучать вопросы. Это я напоминаю тем, кто обвиняет меня в том, что я люблю поучать. Нет, друзья, я никого и никогда не поучаю. Я всегда только задаю вопросы, в том числе и самому себе. А уж ответы будьте добры, ищите сами. А помогала мне сочинять и записывать эту песню вот эта прекрасная гитара Gibson Les Paul. Точная копия гитары Джимми Пейджа, лидера группы Led Zeppelin, основателей хард-рока. Лимитированная серия. Мне достался инструмент под номером 2. Потрясающая гитара. Эта модель фирмы Gibson мне понравилась еще в далеком детстве, когда я только увидел ее на картинках в руках выдающихся гитаристов. А когда уже подержал ее в руках и попробовал на звук, то вообще влюбился в этот прекрасный инструмент. Поэтому у меня в коллекции 4 Les Paul. И все они звучат прекрасно и не похожи друг на друга. Одним я пользуюсь на даче. Другими дома и в студии при записи. Но вот это действительно выдающийся инструмент. Он может звучать так же мощно, как целый оркестр. Помимо стандартных для этой гитары переключений с бриджевого звукоснимателя на нековый, Джимми Пейдж встроил еще две кнопки под пикгардом, которые переключают обмотки в самих хамбакерах. Что очень сильно расширяет тембральный диапазон гитары. И это только подтверждает славу Джимми Пейджа, как одного из величайших гитаристов в истории рок-музыки. Такая вот гитара. Ее звучание вы сможете оценить, прослушав представляемую мною песню в субботу 8 августа в 11.00 и в Инстаграм, и в Ютуб. Не пропустите нашу новую работу. По-моему, получилось хорошо. До свидания, друзья!